Всем привет! Меня зовут Сергей Бубович и вы находитесь на канале Метал ТВ. Вы давно просили проанализировать Ивана Урганта. Стоит сказать, что его личность в достаточной степени кажется нам неопределенной. И мы пришли к выводу, что этого человека трудно понять из-за юмора, который он использует в своей коммуникации и который является основополагающим средством для представления самого себя. А какую именно роль в характере играют его шутки мы рассмотрим в этом выпуске. И возможно некоторые из вас по-новому посмотрят на личность Ивана. Особенности поведения Ивана Урганта основаны на его потребности быть в более превосходящих собеседника позиции. Это основывается не на чувстве высокомерия, а на его ощущении неловкости от того, когда он находится в зависимой позиции. Ему привычно брать ситуацию под контроль, руководить процессом. Подобное мы можем увидеть в моментах, когда, будучи ведущим прожектором Пэрис Хилтон, он стремится быть лидером ситуации. На здоровье. Да, давайте раз и навсегда. На здоровье. Я, говорит, сам налил. Валдис, не перетягивай одеяло на себе. Случай с Иваном это проявляется не столько, как способ привлечь внимание к своей персоне, что присуще представителям истероидного психотипа, а скорее актуализироваться и найти максимально комфортную для себя точку, которая придает ему уверенность. Собственная активная инициатива заряжает его и является источником энергии. Сам его юмор является элементом подтягивания, энергии, как это, например, происходит на передаче Газлайф. Начали, ребята, зрители, вы здесь. Если подробнее рассмотреть тип личности Ивана, то мы можем заметить конфликт двух психотипов, гипертимного и эмотивного, где первый проявляется в его внешней стороне личности, юморе и манере коммуникации, а второй связан с его внутренним состоянием, эмоциями, переживаниями и чувствами. В коммуникации мы можем это проследить на следующих примерах. Гипертимность проявляется в тех ситуациях, когда он ощущает себя главным и держит все происходящее под собственным контролем. Эмотивность дает о себе знать в тех случаях, когда Иван находится в зависимом положении. Когда он отвечает на вопросы в интервью, он погружается внутри себя за поиском ответа, рефлексирует, а не плывет по течению беседы. Как это было бы у человека с явной акцентуацией гипертимного характера? Надежность. Эмотивность мы также видим при ответе, когда он говорит о людях, чувствах, которые он мог задеть, пусть и делает это с присущей ему иронии. Я себя корю, виню и переживаю страшно, если кого-то могу обидеть. Я плачу часто. Я такой вообще сентиментальный очень человек. Будучи интровертом, Иван не афиширует свою частную жизнь. И в случае, когда у него проявляются эмоции и темы, раскрывающие его внутренний мир, он прибегает к чертам гипертимного психотипа, использует такой инструмент, как юмор или ирония. Таким образом выстраивает барьер между его личностью и личностью собеседника, блокируя вторжение пространства своей приватной жизни. Таким образом, стоит заключить, что в его коммуникации юмор защитный механизм. Это его рабочий инструмент в общении, которым он умело пользуется. Кстати, в сентябре у нас выйдет практический курс по психотипам. Если вам интересно, то сейчас есть возможность предварительно зарегистрироваться и получить его сразу в день выхода. Мы не являемся экспертами в теме юмора, но можем проследить взаимосвязь между характером личности и тем, как это отражается на структуре шуток Ивана Урганта. Ганс Айзинг при попытке эмпирически выявить наиболее важные факторы, определяющие понимание и генерацию юмора, провел исследование, в результате которого выяснил, что для интровертов характерно предпочтение более сложного и несексуального юмора. То есть игнорирование темы ниже пояса. Это мы и видим на примере Ивана. У него мы не наблюдаем шуток в стиле сортирного юмора. Также он избегает абсценной лексики. А вот сложность его юмора держится на метафорах. А я ведь помню тогда, 20 лет назад, первый конкурс, отец привел меня от двухлетнего несмышленыша. Посадил рядом с собой и сказал, посмотри, сынок, там среди них твоя мамка. Менялись мамки, шли годы. Явных сравнениях. Он порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни. Это соловьиный помет. Во-первых, это хорошее название для шоу на канале Россия. Противопоставлениях. На самом деле, большая песня сегодня легла на наши плечи и на Сашину голову. Не справишься ты с голосом, щегол. Ну, мне кажется тоже, что вечерний нагиев – это название кафе в Владикавказе. В его юморе встречаются конкретные приемы, которые он часто изменяет в зависимости от ситуации. Для генерации той или иной шутки он использует людей вокруг себя, обращая внимание на детали, которые могут спровоцировать смех. По-моему, упал Альберт. Да. Способность человека замечать даже малейшие сходства и различия в окружающей действительности связана с проницательностью и является остроумием. Степень эмоционального проявления юмора в поведении человека определяется его темпераментом. Эта способность является врожденной и научиться этому принудительно практически невозможно. Из этого мы можем заключить, что Иван использует юмор как средство выражения собственной мысли, позиции подчас неосознанно, так как восприятие действительности через призму юмора стало неотъемлемой частью его психики. Черты характера, которые мы с вами определили ранее, проецируются на его построении шуток и имеют непосредственную корреляцию. Его желание руководить ситуации и иметь превосходство проявляется и в тех моментах, когда он ради шутки может намеренно ставить себя в сильную позицию и понижает значимость объекта своего юмора. Даже невербально это проявляется в моменте, когда, стоя напротив своего оппонента, он расставляет ноги на ширине плеч и поднимает подбородок. Все это происходит в парадийном ключе. На основе своих исследований Айзинг предположил теоретическую модель юмора, состоящую из нескольких компонентов. Один из них аректический, то есть связан с инстинктивным желанием, который заключается в получении положительных эмоций при осознании своего контроля над ситуацией и отсутствии признаков опасности и неопределенности. Данное заключение очень хорошо характеризует Ивана в подобных случаях, когда он прибегает к юмору как способу эффективной адаптации. Принято считать, что юмор является средством отвлечения от значимых проблем, выступает инструментом отключения внимания. В коммуникативном арсенале Ивана он имеет такую же функцию, это проявляется в ситуациях, когда ему задают неудобные вопросы, ответы на которые могут повредить его репутации в том профессиональном кругу, в котором он находится. Давайте это рассмотрим на примере в интервью Собчак. Как мы уже говорили, он не любит находиться в зависимой позиции. Он комфортно чувствует себя, когда является инициатором беседы и все, что касается его деятельности. Это мы можем увидеть в моменте, когда после общения на непривычные и провокационные ему темы он зажат и выстроил барьер. Меняет позу на более комфортную, когда тема заходит о его передаче. Его речь становится более живой и энергичной. У нас на программе, вот я хочу очень показать в инстаграме, потому что мне кажется, что единственный человек, кто полностью повторил то, что он сделал в финале чемпионата мира, это моя бабушка. Беседы, построенные на провокационных вопросах в случае Ивана Урганта, мы можем назвать своего рода психологическим сквошем, в котором основная проблема интерьера заключается в прочном коммуникационном барьере, который выстроил собеседник. При провокационных и неудобных вопросах он использует иронию, парирует, тем самым ставит противника в неудобное положение и не дает прямой ответ на вопрос. Это же снимок, вот это все продолжалось в течение 20 минут. Бабушка пела песню. Изначально, не хотя отвечать на неудобный вопрос, техника коммуникации Урганта основывается на иронии и самоиронии. И в отношении вопроса, и в отношении собеседника, понижая значимость вопроса и обсуждаемой темы. И чтобы хоть как-то удовлетворить потребность собеседника, он создает иллюзию серьезности ответа, но при этом не уходит от иронического контекста. А я не знаю, Ксения, я, если честно, никогда не встречался с Владимиром Владимировичем. Я не знаю, что бы со мной произошло, когда я его видел. Как бы я захотел к нему прижаться. Специфика подобной защиты с помощью юмора проявляется во всех ситуациях, когда его ставят в неудобное положение. Но в случаях же комфортной ситуации, нахождении на своей территории, общении с человеком, с которым он чувствует себя уверенно и спокойно, подобной защиты не возникает. И интерьер получает ответы на свои вопросы. Несмотря на свою внешнюю гиперактивность и, казалось бы, легкость, черты которой присущи гипертимному психотипу, у Ивана проявляются черты и эмотивной личности, что говорит о его частых состояниях эмоционального переживания, саморефлексии и искреннему отношению к вещам, относящимся как к его внутреннему самочувствию, так и к аспектам личной и профессиональной деятельности. Юмор Ивана имеет непосредственную взаимосвязь с чертами его характера и сформировался генетически, что проявляется в его автоматической генерации шуток в любой ситуации и обстановке. Коммуникация Ивана также опирается на его юмор, где последний является вспомогательным элементом его общения. Можем предположить, что именно сочетание таких свойств характера и располагает собеседника, окружение и зрителя к его личности. Кому интересно, в своем инстаграме я сделаю подробный разбор ситуации с Иваном, которая не вошла в выпуск. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на аккаунт. К слову, 17 сентября начнется недельный онлайн-курс, где мы расскажем о том, как развить аналитическое мышление и навыки анализа при просмотре фильмов. Это полезно, потому что в хороших кинолентах много схожих моментов между поведением персонажей фильма и ваших жизненных ситуаций. Если вы хотите успеть записаться, то переходите по ссылке в описании, места ограничены. А что вы думаете о личности Ивана Урганта? Напишите ваше мнение в комментариях. Если вам понравился наш анализ, то выразите это, нажав палец вверх. Если интересно увидеть новые разборы, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А то сейчас делать это очень просто. А на сегодня это все. Наблюдайте за людьми и не оставайтесь в дураках. До встречи!